Добрый вечер, дорогие зрители! Друзья, тут такой случай был, уже объявляют, что эфир, я еще таблетку не дожевал от каши, получается, срочно пришлось таблетку дожевывать, но придется кашлять в эфире, если что, не обессудьте. Я тебя поддержу, у меня тоже сегодня. Время такое, живем трудно. Пожалуйста, мы в прямом эфире, пишите нам, спрашивайте, комментируйте, мало вы это делаете. Вот я Гельфера вчера спрашиваю, слушай, ну почему нам из Кропивницкого человек задает вопрос, выиграл приз, получил книжку с автографами, почему наши местные люди нас так мало о чем-то спрашивают? А Гельфер мне и говорит. Он говорит, почему наши зрители нам не пишут, я говорю, потому что нас смотрят неграмотные люди. Давайте опровергнем, увидите, Гельфер такое заявление одиозное сделал, что нас смотрят неграмотные люди. Это предположение, потому что грамотные пишут, мало того, что грамотные пишут, грамотные еще и считают. Вот, например, КМИС посчитал, он привык, там время от времени что-то считать, посчитали, что рейтинг президента Зеленского, который начинался с 73% за вот эти полгода, он снизился на 21% и сейчас 52%. Ну, это рывок. Ну, это как бы, на самом деле все президенты теряют. И вот есть сравнительная такая, как бы, вот табличка. Не все. Нет, не все. Есть, да, вот, а, Янукович, да, вспомнил. Ну, вот я говорю, вот Ющенко, он зашел 52% через полгода, 50,2%, то есть, ну, где-то на 2%. 42%. Янукович зашел 49%, значит, а через полгода у него было 54,4%. Вот, как бы, хорошо было у человека, у Порошенко было 54,7%, а, значит, через полгода 50,5%, то есть, ну, 4,2%. 4,2%. Вот, поэтому в абсолютных цифрах все равно 52% это больше, чем у всех, кроме чем я, как у Януковича. Вот, ну, такая вот, ну, на самом деле темпы достаточно, ну, такие, тревожные. Поэтому Владимир Александрович, конечно, взволновался, я его видел сегодня на беговой дорожке. Браво того, что он расстроен негативом. Да, с которой он... Ты был в спортзале, да? Да, он был в спортзале, и он там минут 10 или даже 15 рассказывал, ну, вот, бежал. Идя по беговой дорожке, рассказывал о том, какие делаются, значит, шаги. Да, вот, ну, в общем, короче говоря, все это было достаточно, ну, скажем, странно. По мне так это было как бы странно. Это было не беги, не отчет, а что-то такое. Он остановиться же не мог, иначе бы съехал совсем. Ну, на самом деле, вот те, как бы, причины, по которым происходит вот это вот падение, там, ну, говорят, что это скандалы в слуге народа. Ну, мы же все эти скандалы уже тут обсуждали, но это больше влияет на падение рейтинга Верховной Рады. Что касается вот именно Зеленского, это, ну, прежде всего, земля, это закон, там, об игорном бизнесе, ну, как оказывается, многих людей волнует. Ну, в общем, короче говоря, ну, и то, что россияне мочат, тоже, как бы, влияет. Ну, очень важна вот эта вот история с саммитом, который норм будет, он норм или не норм. Этого мы... Пойдет вверх или... Да, да, мы не знаем, но на самом деле ставка очень высока. Я еще к этой теме немножко вернусь, но на самом деле тут либо будет опять взлет, либо будет... Ну, тут же вот еще буквально одно слово. На этом фоне просто ни у кого же не растет у других. Да. Ни у оппозиции, ни у кого. Не растет. Единственный политик... То есть у него есть люфт определенный, достаточно большой. Запас есть, но... Ну, вы единственный политик с плюсом за это время, ну, там 1% за эти 3 месяца у КМИСа, это Тимошенко, хотя у него был подъемок к тебе больше. Потому что молчала. И, увы, это бой, как у которого с 20 до 23 вырос позитивное восприятие, небольшое, но выросло. Но я хочу добавить к этому. Во-первых, сегодня очень активно на страницах вот фанатов действующего президента, значит, ну, разгоняется, что президента сглазили, ну, вот таких, не самых, у него есть умные, а есть неумные, что его сглазили, что ему пороблано, что падение рейтинга на черной фасоли, вот ему сглазили, да, президенту. Еще и на черную пятницу. Ну, помимо Зеленского, если институции взять, то Кабмин упал за 3 месяца в этом же у КМИСа рейтинг с 51 до 37. Верховная Рада с 53 на 36, на 7%. Ожидания были больше. Гончарук на, там, на минус 6, там, Разумков минус 9 и так далее. Вот, но у Зеленского, конечно, беспримерное падение, вот этот сейчас 21%, но мы же все-таки, да, Гарик правильно заметил, что у него все равно при этом остается самый высокий, и при этом все-таки изначальная точка небывалая в истории нашей страны с 73. А оно всегда, чем выше там, то больнее падает. Ну, вот из зашквары во фракции, вот этот моносброд, который они набирали, они не являются главными, и я же здесь повторял в этой суде, что иногда это и в плюс даже работает, но на мой взгляд, как это не парадоксально, потому что на фоне вот этих вот сомнительных фриковых персонажей, похотливых и вороватых, выглядит, да. Так вот, мне кажется, что да, земля, безусловно, да, и так далее, значит, тарифы, ну, правда, они изощрились, об этом вы расскажете, типа, нашли какой-то криворужский феномен, но, мне кажется, помимо этой зашкваров, и ринотерапии, этой тарифы и земли, есть то, что они обещали все и всем. Вот обещали все и всем, и причем обещали каждому разное. Да, обещалось не было. Одному кластеру одно, этим другое, этим третье, то есть всем то, чего они хотели. Иногда это было взаимоисключающе и идеологически разные вещи. И вот эти все... Каждый видел какие-то... Диджитализация, электронные там выборы, целевые, эдитория, таргетирование. Импозантный начальник таможни, да. А на самом деле, моносброд, да, горстями набирали рейтинг. Сейчас у Зеленского примерно такое, как у Януковича через определенное время. Ну, в общем-то, грустно в заключение скажу, что до возвращения Януковича столько еще надо сделать. А времени так мало. Я думаю, что определенные мероприятия, они же тоже понимают, они же не глупее нас. Понимают, что надо что-то с рейтингом делать. И вот в частности... Вас не знаю. Ну, я думаю, что нас всех, ты что, мы же здесь сидим, а они там. Так вот, смотрите... Мы здесь сидели при Януковича, мы здесь сидели. Я сидел, ты сидел, да. Так вот, с 1 декабря, это буквально со вчерашнего дня, но будем считать с сегодняшнего, с понедельника, в стране увеличился прожиточный минимум для трудоспособных граждан. Это не может не поднять рейтинг президента, потому что он увеличился аж на 95 гривен. То есть с... 95, цифра сакральная. Да, да, да. Это же неспроста. Нет. С 27 гривен до 2102 гривен. Это, ну, не совсем заслуга, конечно, нынешнего Кабмина. Они должны поделить эти лавры победителей с предыдущим, потому что это согласно закону о бюджете 2019 года. Вот, как говорится в документе, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря устанавливается в размере 2027 гривен. А для основных социальных и демографических групп населения он будет таким. Для трудоспособных 2102 гривен, раньше было 2007 гривен. Ну, сильная такая прибавка. Для утративших трудоспособность 1638, а был 1564. Вы успеваете, дорогие? Успеваете? В зависимости, или в перерасчете, исходя вот из нового прожиточного минимума. Так получается, что пенсия теперь максимальный размер пособия... Ну-ка, ну-ка, поподробнее. Давай. Тут же пенсионер. Да, прожиточный, отразится на увеличении сначала максимального размера пособия по безработице до 8408 гривен. И соц. выплаты увеличатся. В частности, минимальный размер алиментов для детей до 6 лет вырастет на 50 гривен. Но пенсии тоже порядка 50-70 гривен. Это разные вещи. 50-70 гривен. Не надо. Тогда и рейтинг тоже 73-50. Пенсионером человек пенсии в итоге повысит. Немножко капнет. Капнет, капнет. Спасибо, Владимир. На приватизацию хватит. Вот, как раз о приватизации пока. Мы, потому что так, друзья, взяли ручки, открыли тетрадки, записываем. Грядет вкусное. Значит, большая приватизация. Очередной этап. И малая тоже. Но мы готовы. И мы, и мы, как крупные игроки, не должны остаться в своем стороне. Значит, большая приватизация, не путать с приватом, это нет слов. Хотя, может быть, и связано. Не буду зарекаться. Пример Гончарок во время падения своего рейтинга, тем не менее, успел анонсировать, что до конца года 500 предприятий... С криком падают. Да, он успел анонсировать. 500 объектов должны быть участвовать. Сейчас у них 415 пока есть объектов. Но надо поднажать до конца года. Еще где-то 75. Мы должны подсказать. Итак, друзья, смотрим. И они, мои коллеги, и вы... Выбирайте... 70 гривен добавок. Смотрите, выбирайте, что по душе вам из предприятий. Например, если порты вы хотите... Есть что-то достойное. Да, смотрите. Смотрите. Ван, тебе. Да. Что привести тебе, Настенька, с большой приватизацией? Тебе, Борис Юрьевич, Скадовский порт. Он выставлен. А ну-ка я сейчас скажу. А тебе, Григорий Аркадьевич, Усть-Дунайский порт. Вот-вот. Хорошо. Можете там махнуться, если что. Они пока свободны. Значит, не нравится? Львовский ювелирный завод, пожалуйста. Это более понятно. Мелитопольский гидромаш. Это серьезно. Есть одна штука. Для себя берег. Вот для себя берег. Житомир торф. Уж больно сладкий кусочек. Торф. 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 Житомир торф. А что, при нынешнем газе топить можно торфом? Если серьезно, то бросается в глаза небывалой и в объектах большой, но больше малой. Ну, энтузиазм. Нет, бросается НИИ и КБ, как никогда много. Там институт Титана, Харьковский институт, там технологии машиностроения, Винницкий, Гелий, Львовский, Топас, кстати, Днепровский. В НИТИ ТЕСТ называется. Это центр сертификации труб. В НИТИ. Это не то здание, где мы сейчас находимся. Трубный институт. Это на этой... Да, и эксперты волнения в экспертном сообществе, потому что опасаются, что как в 90-е, при этой бурной компаниейщине приватизационной, когда за бесценок уходили... Может, на землю денег не остаться. Ценные кадры на улицу получались, и оборудование по дешевке распродавалось, а там торговые центры или офисные... Нет, это же уже примером послужило нам, мы так не можем больше. Значит, многие из объектов в этой списке приватизации не впервые. Они там давно лежат, но нет чего-то желающих. Да, вот не покупают. Гончарук вообще хочет этих приватизаций взять от 6 до 12 миллиардов, но эти противные, трезвые, реалистические эксперты говорят, что 1-2 миллиарда это будет уже успех. И многое якобы купят по цене лома, бросают в цене из-за непрофильных активов, недвижимости и так далее. Значит, ждали из крупных объектов, ждали Укрспирт, там Одесский припортовый завод, Центр Энерго, но пока что засть, пока что не выставляют. Есть, например, Президент Отель, шахта Красно-Лиманская тоже можете. И вот спорят, кто покупать прежде всего будет. Иностранцы могут более вероятно, но есть опасность, что они вот конкуренты добьют и, значит, и захватят дополнительную часть рынка. Что касается наших... Кроме финансово-промышленной группы «Доживем до понедельника», есть еще несколько крупных групп, но у них говорят, что сейчас мало свободных средств. Но самое главное, что им нет нужды это делать, потому что у них есть более играющая, работающая схема. Зачем покупать, когда можно ввести своего топ-менеджера, либо вступить в концессию, или вступить в государственное частное партнерство. Вот так ты вначале называл одну структуру, вот она так любит делать. Не вкладывая средства, но получая дивиденды. Будем договариваться, Женя, будем договариваться. Да, но в заключение скажу, что как бы на самом-то деле, в общем-то, в экономике 13% осталось только государственного сектора. Хотя очень неравномерно. В энергетике 40% это энергоанатом, нафтогаз, вот, и в транспорте 30% прежде всего за счет Укрзалезницы. И говорят, что... А нафтолин, нет такого... Оставшуюся промышленную часть может быть, и вообще, в энергетике, может быть, приватизация не панацея, если будут работать нормально, там, и прозрачные регуляторы, там, типа, НКРЭП, или, там, антимономбольные комитеты... Ну, это тоже приватизировать, да. Тут такое, тут такое, приватизация бурная, вот эта радость, и компаниейщина, это... тут надо думать. Давайте думать, но напоминаю, что... Зачем думать? Тристина. У кого вопросы по Житомир-Торф, это ко мне. Хорошо. А я просто, если уже по Торфу, о тарифах, и все такое, да... Не Житомир-Торф, а Житомир-Торф. Вот, я хочу сказать, что, вот, на самом деле, когда... Все-таки я вернусь к нашему президенту. Может, за это, вот, за эти несколько минут у него осталось, вот, эти 51%. Да, Смолен Гельфер обращается к нашему президенту. Да, но я не думаю, что... Фамилия, фамилия. Поменялся его рейтинг, вот, за эти 10 минут нашей передачи. А вот, а он, узнав об этом, на самом деле, включил весь свой медийный такой механизм. Да, да. И вот было видео, где он собрал Гончарука, там, Богдана и всяких других людей. Коломойского не было? Нет, Коломойского. Может быть, он... А зачем, если Богдан был? ...не попал в кадр. Вот, и они там, значит, под камерой обсуждали вот тему тарифов, значит, ну, вот, Владимир Александрович очень там переживал за эту тему. Он сказал, что люди должны получить платежки, в которых, ну, как бы, должно быть меньше цена, чем было раньше. И ему объяснили, что вот те люди, которые отапливают домогазом, ну, действительно, так и будет. А те, которые центральное отопление, есть закон какой-то там, что до мая месяца ничего меняться не будет. Ну, правда, Гончарук сказал, что у нас есть какой-то там специальный проект, по которому мы можем это сделать. А теперь вот... На 7%. Да, на 7%. А теперь, значит, Зеленский сказал, что есть какая-то еще волшебная формула, там, благодаря которой... Не есть, а они ее придумали. Ну, они ее придумали, они ее нашли, она была, ну, это же как, вот, объективно она существовала, но просто никто не знал. А люди эту формулу открыли, по этой формуле там придет та зима, она зима приближается, с которой будут платить чуть ли не в два раза меньше. Не чуть ли, а сказал, в два раза. Ну, практически в два раза. То есть, ну, это там очень замечательно, но это такая сильная, как бы, ответственность, потому что, ну, когда президент вместе с Кабмином и всем этим менеджментом что-то там обсуждает, он слишком к ним привязывается. Потом будет сложно сказать, что это виноват Кабмин и поменять его. Нет, а потом просто будет не 52, а 32. Ну, короче говоря, он слишком, то есть, не президентская на самом деле, ну, в Белом доме же не обсуждают тарифы. Это норманский формат, да. Но тут еще вот я просто, и эти тарифы, они тоже связаны с одной историей. Просто Зеленский, он стартовал свою публичную, так сказать, деятельность, была такая команда Запорожья-Кривой Рог-Транзит. И вот тема транзита... Не 95-й квартал? Нет, это был... Начинал с Запорожья-Кривой Рог-Транзит. Начинал с транзита. И вот эта тема сейчас, мне кажется, его просто, ну, преследует реально, потому что... Но она ему знакома должна быть? Да, но там есть большие специалисты, типа, там, Витренко, Коболев, они там торгуются с Нафтогазом. Как-то очень сложно им учить. С Газпромом, наверное. То есть, да, Нафтогаз торгуется с Газпромом. Который сказал, что... Нет, они с Нафтогазом, наверное, внутри тоже торгуются, но мы этого не знаем. Который сказал, что в 10 утра 1 января мы транзитик закроем. И там ситуация, Путин говорит, да не вопрос, мы вам дадим и со скидкой, все такое, только давайте мы аннулируем все наши совместные предъявления. Все ваши предъявления. Нет, наши, у них тоже типа какие-то есть, но у них они такие не счетовые, а наши там такие большие. То Коболев говорит, 22 миллиарда не прощу, а 3 миллиарда вроде как говорят, что могут газом взять. Ну, в общем, все сейчас зависло на самом деле, а будет транзит или не будет, от этого очень сильно зависят и тарифы на самом деле. Поэтому тут вот как бы ждем. Дорогие друзья, вот один умный ведущий из программы «Доживем до понедельника», они вот говорят, он абсолютно законно, без всякой коррупции, в прошлом году поставил автономное... Ты еще скажи, фирму, которую я тебе ставил. А он в том году говорил. Да, говорил, да. И реально раза в 4, и он электрический, да. Сейчас тебе электричество повысится. Раза в 4-5 меньше я в своей хрущевке, и регулирую сам температуры, и гореет этот Миллер голубым огнем своим... Тогда... Какой? Владимир Владимирович? Тогда есть Миллер вот тот, русский Миллер. Русский, потому что наш Днепровский, Миллер это святое. Тогда вот, допустим, в Херсоне ты мог бы реально претендовать на одну должность, очень интересную, в областной государственной администрации. Я не знаю, все должности могут претендовать. Да, Херсона. Там, в этой администрации, ищет руководителя службы счастья и улучшения... С завтрашнего дня? И улучшения качества... Сокращенно СС. Да, да, и улучшения качества жизни. Стандартенфюра ССС. Это об этом сказал глава администрации Юрий Гусев. Вот наш так не делает, а у них... Вот он пишет. Ищем в команду руководителя службы счастья Херсонской ОГА. То есть, может быть, они это счастье для Херсонской ОГА. Там расшифровывается, как оно. Да, он отметил, что... В чем оно, в пакетиках? В чем оно? Нет, так может, счастье именно... ХС. Да. Да. Он отметил, что руководитель службы счастья должен быть креативным человеком, который хочет делать людей счастливее. Искать для этого пути, предлагать идеи, проектов, а также быть готовым реализовать такие проекты. Председатель ОГА Херсонской областной государственной администрации, он не отрицает, что придется много работать. Но это будет интересно, он говорит. Ну, Херсон, они такие... Да, в распоряжении председателя Херсонской ОГА, которое обнародовано на сайте, говорится, образовать с 28 октября, это нужно было еще 19-го года, структурные подразделения областной государственной администрации... То есть, инспектора по счастью будут ходить. Да, без статуса юридического... Ну, идет у нас мороз, да? За ним инспектор по счастью. То есть, пацан, счастье есть, а попрыгали, они все найдут. А лицензия на счастье есть, купил, не купил. Это ХСС, в общем. Да, да, парковки. Либо ХДС, ХДС, департамент счастья. Да, парковки счастья, заправки счастья. Так вот, областной администрации без статуса юридического лица... КПСС, коммунальная предприятия, извини. Без статуса юридического лица, правда, понимать, свой счет не будет. А зачем счастье? Ну, как за счастье же надо платить. Счастье что оно? Автономка можно поставить. Организовать службу счастья и улучшение качества жизни Херсонской областной... Плохо живет Херсонская администрация, надо ей улучшить и дать счастье. Орел. Значит, на самом деле... А, семь единиц штат. Семь единиц. Это работа, это кроме вот этой Херсонской службы счастья. Сидишь счастливым. Взяли ручки и записываем. Бывший учитель. А ну-ка, перебей. Значит, самая лучшая работа в мире определена. Значит, место работы райский остров, скажу какой. Зарплата, бывает и больше, но ничего, так 17 тысяч 500 долларов в месяц. И опыта работы, специального образования не требуется. Должностные обязанности, правда, там очень жесткие. Нужно жить на вилле с бассейном, придется, и полем для гольфа. Совершать прогулки по острову, время от времени заниматься дайвингом, еженедельно обновлять фото-видеоблог, давать интервью. Авиаперелет от места работы и обратно оплачивается. От кандидатов, Борис Юрьевич, от кандидатов требуется знание английского языка, умение плавать. Я пока только украинский учусь. Нырять. И навыки работы в интернете. Эта работа, это смотритель острова Гамильтон, который входит в большой барьерный рифт. Работодатель не херсонской администрации, а администрации острова штата Квинсленд в Австралии. Было получено порядка 35 тысяч резюме. Отбор предварительно пошли, там 10 финалистов. В итоге выбрали 34-летнего британца. Уже есть. Но они, это аж конкурс, там власть. Там 4 года и теперь выбор. У нас везде конкурс. Цель это поддержка туристического бизнеса. Ну, короче говоря, бедный парень на галерах, раб. Надо в нашу службу занятости на всякий случай обратиться. Может быть, пенсионерам... Там нигде не нужен требование знания украинского языка. Английский нужен. Да. А у нас надо украинский. Ну, да, прям не знаю. Ну, я знаю вот такой тоже, ну, это как бы не остров, но это, в общем-то, такое, как бы образование достаточно счастливое. Ну, по крайней мере... С улучшенной жизнью. Да, с улучшенной жизнью. Это такое, это единый союз, он же был задекларирован когда-то, Россия и Беларусь. То есть, если вы помните, это во времена Ельцина, как было некое союзное государство, потом оно как бы немножко заморозилось, а теперь отмораживается. Потому что вот посол Владимир Семашко, это посол Беларуси в России, значит, он заявил, что, ну, продолжается работа над дорожными картами, интеграцией. Я прочитал, что они парламент общий. Нет, я просто говорю, интеграция, унификация энергетических стандартов, общий парламент и общее правительство, имеющие там какие-то определенные полномочия. Буквально через несколько часов посольство же Беларуси опровергло, сказало, что наш посол был неправ, его вырвали... Гэнтон и Прауда. Его вырвали из контекста. Его вырвало из контекста, да. На самом деле, все было как бы немножко по-другому. То есть, на самом деле, батька, ну, он как может так упирается. Потому что, ну, действительно, дела в Беларуси там сложноватые такие. Вот, зависимость все усиливается и усиливается, но желание все-таки сохранить самодостаточность и самостоятельность, она сильна. Вот, планировалось, что будет встреча до 8 декабря Путин с Лукашенко, и они все там... Лукашенко сказал, зачем такой союз? А потом, а потом, как бы, вроде встреча отменяется. Потому что для Путина это же было вообще супер. Он приезжает уже в Нормандию с головой Лукашенко. Если что, он будет говорить, это не мы, это Беларусь. Со скальпом уже Лукашенко. Ну, на самом деле, пока нет. Пока, по-видимому, только с померениями. На счет скальпа не знаю. Не знаю, с чем он туда поедет, но я знаю. А, может быть, догадываюсь, с унитазами. Помните, мы говорили в прошлый раз, которые свинтили с наших катеров. У них же духовность на ворованных унитазах базируется. Я прочитал, зачем они это сделали. Ну, я так предполагаю. В смысле, стырили с украинских кораблей унитазы? Да, да. А почему? Потому что на минувшей неделе на космической международной станции вышли из строя все туалеты. Два. Может, была команда туалеты выйти из строя? Сантехника надо просто. Один был производство России. Он назывался ассенизационно-санитарное устройство. АСУ. Он стоял в российском модуле. И еще был WHC в американском модуле. Члены экипажа начали пользоваться памперсами. Это американские, иностранные. Кроме того, туалеты еще есть в двух пристыкованных станциях. Сейчас там есть два пристыкованных корабля, модуля. Союз. Но те используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС. Так вот, командир МКС, итальянец сейчас там, Лука Пармитана. Он увидел, что итальянской сантехники нету и решил пролоббировать своих. Он сейчас на американском модуле унитаза не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Индификации? Там все время сигналит что-то, что он неисправен, неисправен. А вот этот вот АСУ, который российского, он не используется из сигнализации переполненного бака. В связи с этим этот итальянец поинтересовался в Центре управления полетами в Хьюстоне о возможности астронавтам... В Хьюстон у нас проблемы. Астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи, извините, USD, которые хранятся в европейском модуле Колумбус. Разрешение было получено. При этом неизвестно, пользуются ли памперсами российские космонавты. Дорогие друзья, я надеюсь, что вы нас не за ужином смотрите. Если за ужином, то приятного вам аппетита. Спасибо, Валерий. Дело серьезное. Заходите на нашу страницу в социальной сети Facebook, там не только про унитазы, там, например, каждый раз в комментариях Валерий Момат, коррекуторист, рисует... Нарисовал что-то. Да, он опять нарисовал интересные картиночки, смотрите. И мы гордимся нашей страной, наша страна Украина экспортирует зерно, экспортирует черные металлы, экспортирует цветные металлы. Но не только цветные металлы, но, оказывается, цветные революции. И это не русские байки, а это китайские байки. Это китайские байки, но причем с русским акцентом. Значит, потому что это заявил китайский посол в Раше, Джан Хань Хуэй. В Гонконге же несколько месяцев взрослые такие всякие беспорядки, все взрослее и взрослее происходят. И вот, оказывается, без наших не обошлось. То есть, по словам китайского посла, там есть украинские инструкторы, имеющие опыт проведения цветных революций. Короче говоря, что сказал этот самый Хуэй? Ситуация еще не затихла, во многом она осложняется. Осложняется тем, что все больше международных сил грубо вмешиваются в дела Гонконга. По достоверной информации, там появились украинские элементы. Просто Меделеев какой-то, Майдании, да, элементы? Вроде бы, как, кстати, по-китайски вроде бы, никто не знает. Я иероглиф только знаю, сказать не могу. Вроде бы они ездят, говорит этот Хуэй, чтобы передавать свой опыт гонконгцам. А те говорят, мы хотим жить как украинцы. Видите, как смешно? Ха-ха-ха. Значит, смешно, конечно. Я Хуэю так скажу, что церксер, парахоботы, визитка. Ярош, ладно, не знаю, зачем я это говорю, ляпнул вот это в эфире. Для красного словца. Гордимся, что хорошая статья экспорта, а экспортеров же наших надо поддерживать. Болеем за нас. А с другой стороны, и у нас возможны такие варианты, как говорит господин Вячеслав Володин. То есть, там на заседании, да, вот что у нас могут быть такие проблемы. Вот на заседании там какой-то комиссион, значит, украинская делегация не дала выступить депутату типа от Крыма. Потому что он же нелегитимный. На что, значит, Володин, это председатель этой Госдумы, он сказал, что вот, ну, типа, в Украине националисты ущемляют права меньшин. А что это за меньшин, а там 36% говорит на русском языке. Короче говоря, ну, нехорошо это. И все это приведет к тому, что будут отваливаться и отделяться, значит, различные области. Польские, венгирские. Ну, в общем, короче говоря, так это там, значит, начал каркать. На что, значит, пока МИД там отдуплялся, министр внутренних дел Аваков просто сказал, какой-то там русский очередной дурак. Значит, вот пугает нас этими вещами, значит, и тем самым поставляет стекла для розовых очков любителей русского мира. В общем, товарищ Володин, выступай почаще, чтобы все видели, что за всеми этими миролюбивыми, так сказать, выходками, значит, России стоит вот реальный оскал империализма. Ну, на самом деле, давайте еще будем открыть, да, мне понравилось то, что Аваков сказал, ну, понятно, что Аваков был направлен еще этой внутренней месседжи. Он там еще написал про капитулянтские настроения, про газ, ну, то есть обозначил себя как на игрока, что свидетельствует, что в наших башнях этих всех этих... Нет, ну, не, ну, Разумков там ответил, ну, он так ответил более корректно, как просто глава этого парламента нашего, ну, по сути дела, ну, этот месседж от Володина, он такой нехороший, воничек. Это интересно, Володин, я там сейчас немножко... Он же Володин. Да, о другом хотел сказать. Интересно, он селфи не делает, Володин? Почему? Потому что вот Американская психиатрическая ассоциация официально подтвердила то, о чем многие сами догадывались. Вот о чем догадывались. Я постоянно вижу в Фейсбуке, допустим, да, там разные мужчины. Один, допустим, все время выставляет фотки с утренних пробежек, там, маршрут. Он такой весь потный, измученный. Это кто? И радостный. Ну, там, я не помню фамилию. Но не Зеленский. Зеленский был такой... Другой постоянно себя фоткает везде, везде. Я просто хочу знать про всех потных мужчин в Фейсбуке. Так вот, я тебе потом покажу. Постоянное... Он сейчас перестал. Постоянное фотографирование себя, это является психическим расстройством. Расстройство называется такое селфитис. И определяется как обсессивно-компульсивное желание сфотографировать самого себя и выложить фото в социальных медиа, как способ восполнить недостаток самоуважения и заполнить пробел в близости. Сейчас, в соответствии с решением вот этой психиатрической ассоциации, существует три уровня таких расстройств. Пограничное селфитис, это фотографировать самого себя. Как сильно звучит. Да, звучит некрасиво. По крайней мере, три раза в день, но вот, не отправлять фото в социальные сети. Там, кстати, у нас есть фотка. Что с тобой? Какой парень. Не, ничего себе. Вторая, вторая стадия. Острая селфитис. Фотографировать самого себя, по крайней мере, три раза в день и размещать каждую фотографию в соцсетях. И третье... Давайте о чем-то другом. А вот, о третьем тогда. Хроническое селфитис. Это неконтролируемое желание, неконтролируемое, фотографировать самого себя круглосуточно, размещать все сделанные фотографии в социальных медиа больше, чем шесть раз в день. Кроме того, недавно стало известно, что ученые признали публикацию фотографий из спортзала. Кстати, недавно видел. Ну, так, давайте... Или с утренних пробежек. Давайте о другом чуть-то. Это признаком наличия серьезного психического заболевания, нарциссического расстройства личности. Короче говоря, да, я пару слов продолжу про психов. Про психов, значит, чтобы еще Гельфер о нормальном, хорошем по культуре. Я сказал, значит, про психов. Вы на Луну давно смотрели последний раз? А Меркурий ретрограден сейчас или нет? Вышел уже, вышел уже. Говорят, уже нет. Короче говоря, адвокат вот этого профессора, который убил, расчленил в России, значит, эту свою молодую сожительницу, Соколов, значит, говорит, что рассматривается среди всех версий еще серьезно. Это две такие версии. Одна из этих версий, что Луна повлияла, потому что активная фаза, а он говорит, что это медфакт, что обострение психических заболеваний происходит с активностью Луны. И в это время в мир выходит нечистая сила. У меня ощущение, что мы все время в активной фазе Луны. Но это еще не все. Помимо Луны еще Достоевский, ФМ. Не стоит забывать, говорит адвокат, что место преступления находится недалеко от того дома, где Раскольникова убил старуху-проценщицу. Там же набережная Мойки, хотя там есть разные версии. Канал Грибоэ, набережная Мойки. Короче, Рафик не виноват, Луна и Достоевский. Ну, я после этого даже не знаю, но хочу... Ну, культурочки, да, и на финал. Нет, я просто хочу сказать, что я же все-таки посещаю сессии, я их не пропускаю, и читаю, что внесено в повестку дня. Вот сейчас есть такой проект решения о присвоении звания почетного гражданина нашего города Днепр, Михаилу Мельнику. Михаил Васильевич Мельник. Театр Крик, да. Театр Крик. Театр одного актера. Да, это театр одного актера Крик. Ему в этом году, вот в конце года исполняется 30 лет. Театру. Театру, естественно. Михаилу Васильевичу несколько больше. Значит, вот инициатива о присвоении его звания была как бы и союз театральных деятелей, и культурная столица. Значит, мы инициировали. Оставили это звание, оно есть еще? Да, оно есть. Какие-то движения, чтобы устранить, упразднить. Я считаю, что это правильно, потому что в городе есть достойные люди, и самые достойные из этих достойных людей должны быть удостойны этого звания. Вот скажем так, кто-то мне подсказывает, что сессия проголосует так, как можно. У нас очень много причитающих людей о том, что город там типа болото культурное и так далее. Правда, уже нам не надо иногда порой впрягаться в это, потому что говорят на наши какие-то вещи. К слову, культурная столица можно говорить, да? Приводят, значит, и не только. И здесь очень, в общем-то, комьюнити у нас, пусть сложно, но хорошее. Ну вот, Театр Крик один из культурных мальков таких, и очень, это действительно тот случай, это не вилку, когда почетное звание. Короче, мы за тебя рады. До свидания, уважаемые телезрители. До следующего понедельника. Доживем до понедельника без кашля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова